МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире новоуральская обещательная компания в студии Лидия Голубева. Коротко о главном. День рождения города. Именно сегодня Новоуральск отмечает свое 60-летие. Готовим кадровую смену. День дублеров городской администрации. А вы знаете, где живет сказка? Мы вам обязательно об этом расскажем. История Новоуральска – это история создания ядерного щита России, поскольку город является одним из первых центров атомной отрасли на Среднем Урале. В 1946 году в Новоуральске началось строительство первого в стране газодиффузионного завода для производства высоко обогащенного урана. А уже в 1949 году был получен материал для первой советской атомной бомбы. Название «Новоуральск» долгие годы не использовалось. Город жил под номерным именем Свердловск-44. Только с приходом перестройки в 1994 году мы стали открыто называть себя новоуральцами. В нашей программе поздравления главы Новоуральского городского округа Владимира Машкова. Дорогие новоуральцы, 17 марта 1954 года – официальная дата рождения нашего города. Сегодня нашему городу 60 лет. Это официальная дата. Становление и развитие города в первую очередь было связано с остановлением и развитием Уральского электрохимического комбината. И город продолжает оставаться атомным городом. У нас сегодня очень много проходит мероприятий, связанных с 60-летием города, поскольку это практически юбилейный год. И летом будут большие праздничные мероприятия на всех основных площадках города. Ну а сегодня я еще раз вас поздравляю с юбилеем города, с официальной датой. Счастья, здоровья и всем нам успехов в нашей работе и в жизни. Наличие развитой инфраструктуры, тщательно сохраняемый интеллектуальный потенциал и профессиональная подготовка является фундаментальной основой для поступательного развития города, несмотря на все испытания и трудности сегодняшнего дня. А что же желают своему городу сами на Уральце? Этот город поставил меня на ноги и вывел в люди. Я получила самое первое направление, которое помогло мне в этой жизни устроить всю жизнь. Я желаю своему родному городу всяческого добра, чтобы люди здесь живут очень хорошо, друг к другу относятся хорошо, город растет, хорошеет с каждым днем, расцветает, развивается. Я считаю, что у этого города есть все, есть добрые люди, есть работа, есть обучение, а это самое главное. Ну, наверное, только здоровья, счастья, побольше любви. Хотела, чтобы безработные работали, и тогда будет все хорошо. Родной уголок, где я бы хотел прожить жизнь. Я приехала сюда в возрасте 7 лет, и вот этого возраста он мне стал очень родным. Здесь я закончила школу, и сейчас учусь в институте уже на предпоследнем курсе. Ну и думаю, что здесь может работать буду. Это родной, скажем так, островок. Даже когда я езжу куда-нибудь по командировкам, в Москву, в Питер, я всегда думаю о нашем городе, потому что у нас тут уютно и красиво очень, особенно наши леса. Так мы же где строили его? С 59-го года, представляете, что было? Сейчас гордитесь, какого года? Хотя, конечно. Город наш вообще не сравним с другими городами. Город, который мы любим, хотим, чтобы он развивался. Хороший город. Вы знаете, как родители не выбирают, так и, наверное, город где-то и родился. Для меня мой город – это в первую очередь родина, потому что я здесь родилась, выросла и в дальнейшем хочу продолжать здесь обучение и уже заводить семью и жить здесь. С днем рождения на Уральск! Символично, что именно в день рождения города в администрации прошел день дублера. Подготовка молодежной смены как фундамент для открытия потенциала следующих поколений руководителей, рассказывает Ольга Бертье. Первое, что хочу поздравить, замок Южко-Постонова с днем города. Дублеров всем. Вы начинаете в юбилейный год своим стажировкам в администрации, поэтому всем успехов, удачи. Понедельник, 11 утра. Традиционно в этот час в совещании у главы администрации Навуральского городского округа Валерия Попова. Сегодня в нем участвуют и представители молодежной администрации. До этого каждый дублер уже побывал на разных оперативках и получил кучу поручений. Рабочий день кураторов расписан по минутам на неделю, а то и на две вперед. В этом молодые люди лично убедились, когда стали выстраивать совместную работу со своими наставниками. Удивление моря, оказывается, уже сейчас планируется летняя оздоровительная кампания, а рабочий день у большинства сотрудников Красного дома фактически ненормируемый. Очень ответственная работа в плане документации, в плане любых неточностей и в плане... Очень грамотный должен быть специалист, чтобы не было никаких в документах никаких неточностей, изъянов. Иначе это ответственность в плане даже и уголовной, административной и так далее. Я, конечно, предполагала объем работы администрации, но вот очень большой поток информации, причем информация разная. И вот сколько я уже с Константином Николаевичем, это второй мой день дублера. Смотрю очень много. Здесь требуется динамичность, постоянно понимание всех вопросов. Ну и вообще надо сказать, что социальная политика – это широкий спектр, поэтому приходится быть в курсе всего. С утра до вечера – совещания, заседания, комиссии, встречи, выездные мероприятия, работа с документами. У кого угодно голова пойдет кругом. Но молодые помощники, руководители администрации полны сил и энергии. И ни один не разочаровался, что участвует в этом двухгодичном проекте на общественных началах. Наставники энтузиазм оценили, воспринимают хорошо, общаются на равных. У Никиты Евсеева самый сложный фронт. Его курируют оба главы Навуральска. Никита уже давно разобрался, кто из глав за что отвечает. Сегодня он получил персональные поручения от каждого, а после обеда участвовал в приеме горожан по личным вопросам вместе с Владимиром Машковым. Комфортно, позитивно. То есть, никакого-то скепсиса к молодежной администрации не имеется. И я думаю, что не только моему куратору, но и кураторам всех моих коллег комфортно работать друг с другом и взаимодействовать. На данном этапе мы сейчас разрабатываем концепцию проведения Дня молодежи. Помимо этого, также развитие строя отрядов в нашем городе студенческих. Ждем молодежи городу инициативную, которые могут представить свои проекты. А мы со своими кураторами уже будем помогать в осуществлении этих проектов. Ольга Бертье, Дмитрий Дедюхин, Навуральская вещательная компания. К юбилею приурочена и череда праздничных вечеров с благодарностью за труд. Территориальная организация профсоюза чествовала работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, рассказывает Ольга Анечкова. Даже будни может труд сделать праздничными днями, если трудишься от души и на совесть. Праздничным стал этот будничный вечер для работников предприятий жизнеобеспечения и жилищно-коммунальной сферы Новоуральска. Духовым оркестром встречали лучших представителей водоканала, водогрельной, котельной, городских тепло- и электросетей, бань, Новоуральского расчетно-информационного центра, товарно-складской базы, предприятий Новоуральскгаз, Лавандерия-Эн, Ритуал, Управление городского хозяйства, Дорожно-коммунальной службы, Управляющий жилищной компанией Новоуральская и ее структурных подразделений, которым мы обязаны, по мнению устроителей праздника. Чистотой и порядком на улицах и в подъездах. Отчасти поэтому наш город называют маленькой Швейцарией. Знак благодарности за труд глава Новоуральского городского округа Владимир Машков вручил более 190 различных наград от имени областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, администрации Громозаводского управленческого округа, Центрального комитета профсоюза работников атомной отрасли, городской администрации и от себя лично. Лейтмотивом вечера стала песня Нины Ведузской эритории Чебыкиной «Милый мой Новоуральск». Символично, что поет ее, принимая эстафету любви к родному городу, юная новоуралочка Анна Бученкова. «Милый мой Новоуральск» Здесь все выходит в первый раз Шаг ниже Белые страницы От песочков, от моря И до школы Сентябре От тебя мой город Не влюбиться От тебя Мой город Не влюбиться Ольга Анечка, Дмитрий Дедюхин, Кмурайская Вещательная компания В преддверии Дня города прошел Совет по делам инвалидов, в котором приняли участие депутаты, представители социальных служб города и хозяйственники. То есть те люди, кто напрямую отвечает за доступную среду, материальную обеспеченность людей с ограниченными возможностями здоровья и их благополучие. Рассказывает Михаил Козлов. Сейчас в управлении городского хозяйства прорабатывается вопрос о закупке специального рейсового автобуса для инвалидов-колясочников. Возможные варианты были озвучены на этом заседании. Главное – соотношение цены и качества. Пока поступило одно предложение от Екатеринбурга автоспецмаш автобус-пас российского производства. На совещании рассматривались меры социальной поддержки населения, как детей, так и взрослых. Особое отношение к людям, нуждающимся в помощи, это показатель нашего здоровья. Михаил Козлов, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Вроде бы наивный вопрос, где живет сказка. Оказалось, что она все время рядом. С 1985 года почти 30 лет вместе с весной приходит и праздник детства. Рассказывает Дарья Максимкина. Увидимся там со сказочными персонажами столба и группа Азия. Что ж, первые пошли, первые пошли. Уже на старте похода стало понятно. Участников по сравнению с прошлым годом заметно прибавилось. Тогда их было около 300. В этом году только по предварительным подсчетам более полутысячи. Дистанцию в 4,5 километра горожане преодолевали семьями и в одиночку, на лыжах и пешком. На вершине всех ждали конкурсы, игры, сушки и горячий чай. Мы находимся с 15-го числа. Зашли для подготовки трассы, для подготовки этапов. Для трапеошки мы укатывали, то есть подготавливали дрова, конкурсы различные. Спустя час к столбу Европа-Азия взошла первая группа участников похода. Не для всех подъем оказался простым, но от этого не менее приятным. Для нас, предположим, нелегкий этот был путь 4 километра, но дошли мы. Мы, правда, много останавливались, но ничего, тем не менее, хорошо дошли. Нормально. Не тяжело было? Ну, немножко было тяжело, а в самом деле очень. Тут идти-то немножко, и как бы тут весело очень, тут вставать-то некогда. В этом году впервые в организации похода помог городской отдел культуры. На каждом километре участников встречали сказочные персонажи. Кот Матроскин и Шарик, Лев Алекс и, конечно, русский мишка. Анимационная программа очень интересная для детей. Эти остановки, то есть на которых можно ребенку отдохнуть, набраться сил и двинуться до следующей стоянки, где их ждут еще следующие герои. Это мероприятие очень удачное получилось, очень много счастливых, довольных людей, детей, погодой очень повезло, все довольны, счастливы, поэтому я думаю, что у нас это будет проходить ежегодно и станет хорошей, доброй традицией. Помимо конкурсов для участников похода отдел культуры подготовил получасовую концертную программу. Послушать выступления творческих коллективов города можно было не отрываясь от игры в снежки и футбол и перетягивания каната. Городскому клубу туристов в 58 лет. Ветераны походного движения год от года с удовольствием отмечают приток новичков. Организация улучшается, количество этапов увеличивается, людей все больше и больше, то есть народ идет. Активный отдых, это здоровье, это общение людей. Вот, кстати, с массовых походов у нас вот с каждого массового где-то несколько человек приходят в клуб и начинают уже заниматься спортивным туризмом. Я так смотрю, там и ребята, и девчата, смотришь там, начинают то водным туризмом, то пешим туризмом, вот тоже это плюс. Участники прибывали до самого вечера, обратно идти не торопились, а уходя, каждый уносил с собой частичку сказки. Дарья Максимкина, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. О спорте. В хоккее играют настоящие мужчины. Продолжаются игры чемпионата Российской хоккейной лиги дивизиона «Восток». В минувшие выходные новоуральская команда «Кедр» на льду концертно-спортивного комплекса провела две домашние встречи с Алтаем из Барнаула. Уже пять месяцев продолжаются баталии Российской хоккейной лиги. Дома и в гостях с ответными матчами. Сейчас «Кедр» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Уступая лишь ямальским стерхам из Ноябрьска и Алтаю из Барнаула. Встреча с барнаульцами не первая. В январе новоуральцам на одну из игр удалось одержать победу над ними. Но не на этот раз. Первую встречу в субботу проиграли со счетом 2-3. Вторую в сухую 4-0 в пользу гостей. Возможность отыграться новоуральцам предстоит 21, 22 и 23 марта. Но уже на выезде в Барнауле. Делать прогнозы пока рано. Игре многое значит удача. Михаил Козлов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. И в заключении выпуска несколько слов о погоде. В ближайшие сутки на территории области ожидается переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха ночью минус 3, днем минус 1, плюс 1 градус. Это вся информация на сегодня. С праздником вас! Всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин